ДИЖЕЙ РАДИО ДИЖЕЙ РАДИО ДИЖЕЙ РАДИО Сделано в России ДИЖЕЙ РАДИО ДИЖЕЙ РАДИО С чем вы не согласны и что вы не понимаете Потому что мы же все с вами люди И мы должны разговаривать Средства массовой информации, когда проводят какое-нибудь расследование Они не отчитываются ни перед школой, ни перед полицией Иногда средства массовой информации подчиняются только президенту по сути Они говорят, что хотят, они делают, что хотят, но в рамках закона И если они будут заранее рассказывать школам и детским садам, что они хотят сделать То они не получат того эффекта, который, так можно сказать, призвал их сделать тот или иной репортаж Я еще раз вам всем напоминаю, что никогда никого ни в чем не обвинял Лишь пытался разобраться, сколько мы платим За что мы платим Кому мы платим Зачем мы платим Законно ли это или нет Добровольно мы платим Ну, в какой-то части добровольно Иногда просто мы все промалчиваем этот вопрос Вроде как молча соглашаемся, только чтобы от нас отстали Что пишут у нас в интернете? Должны ли родители платить деньги в школе за учебники, ремонт, уборщиц, охрану, школьные поборы? Такая вот тема И я вот сейчас вам зачитаю все, что я тут наскрыл в интернете То есть как бы это говорят родители Это говорят юристы высшего уровня Это говорят адвокаты Это говорят родители, которые уже все это прошли Это все комитет для тех, кто все еще стоит на стороне школы И рвет душу на себе, вынимая сердце в ладонях И отдавая его школе или детскому саду Говоря, вот посмотрите, какой я хороший Вот видите, надо помогать школе Вот только я самый лучший, похвалите меня Я готов полизать попку директору или заведующей Ну, об этом тоже все пишут в интернете Поэтому я никого не обвиняю, ни про кого ничего не говорю А просто как бы цитирую интернет Ну, интернет это помойка Но, знаете, в какой помойке мы все с вами не искупались А в интернете сидят даже наши дети Матом мы не ругаемся, поэтому законодательство мы не нарушаем А если правоохранительные органы из интернета эту информацию еще не изъяли Значит, мы имеем право, что прочитать ее Поборы в школе с родителей, безусловно, незаконны А при правильном подходе и уголовно наказуемы Можно привлечь за вымогательство, мошенничество Превышение служебных полномочий Нарушение закона об образовании Если вымогательство происходит на уровне родительского комитета Которым частенько прикрываются служащие образовательных учреждений Это можно квалифицировать как преступление, совершаемое группой лиц Умейте пользоваться своими правами, которые вам дает государство А не трястись от страха перед рядовой учительницей, завучем или директором школы Которые возомнили себя повелителями Не бойтесь, что ваше чадо, ваш ребенок будет от кого-то страдать За дискриминацию вашего ребенка тоже можно привлечь к реальной уголовной ответственности Как сказал великий Ленин, мы не рабы, рабы не мы После Великой Октябрьской революции 1917 года Свергнув зажравшуюся буржуазию Ленин дал право на бесплатное образование всем гражданам СССР В настоящее время часть недобитой Кондры питается Питается, кстати и питается Пытается отнять это право, набивая себе карманы Ваша обязанность выловить и засадить в тюрьму всю эту гниль Которая постепенно разъедает наше общество Кстати, вот кто это написал, даже не знаю Ремонт школы, классов, покупка учебников, оплата уборщиц, охрану и так далее Все это обязана оплачивать школа Но не за счет вымогательства денег с родителей Под разными предлогами, такими как помощь школе Открытие мифических фондов для школы С которых кормится потом директор с его подельниками, учителями, заучами Все деньги школа получает из регионального или федерального бюджета А все то, что сдают родители, идет только в карман нахальным учителям и директору школы Заметьте, не я это написал Схема школьных жуликов работает очень просто Вы сдаете деньги на покупку оборудования Это оборудование покупают Вам его показывают И оно действительно находится в классе Далее, администрация школы подает заявку в бюджет города на покупку этого же оборудования Деньги выделяются, переводятся на счет подставной фирмы-однодневки и обналичиваются Деньги делятся между участниками мошенничества и кладутся в карман Таким же образом отмываются деньги и за ремонт класса или школы За ремонт школы деньги идут из региональных бюджетов А все, что вы платите из своих карманов, идет на обогащение чиновников и тем, кто с ними в сговоре Так одурачивается вся масса юридически малограмотных родителей или родителей молчанов Вас просто считают дураками Если вы с этим согласны, то значит вам это нравится Заткнув рот, молча повиноваться и платить деньги Вы сами, те, кто платит деньги, являетесь способниками размножения коррупционной заразы в школе Это с вашего молчаливого согласия поборы стали обычным и регулярным делом Вы сами поощряете их своим безмолвием и покорностью Между тем, для многих родителей школьное вымогательство под видом навязанной благотворительности Это непосильное бремя Может все-таки пора остановиться, задуматься и спросить себя А почему я должен платить за школьные парты, за учебники, за рабочие тетради Оплачивать труд уборщице, которая, кстати, получает зарплату За окна, за линолеум, за двери, за асфальт возле школы Может пора прекратить сдавать деньги на все? На что не прикажут? Вы не обязаны нести бремя школьных расходов на своих плечах Читайте внимательно законы об образовании, которые у нас написаны Это я читаю с сайта И куда подавать жалобы на обнаглевших преподавателей Создание школьного фонда – это личная инициатива школьных жуликов и воров Школьные фонды создаются лишь для того, чтобы подчеркнуть статус и условную значимость Очень многие на это ведутся и думают, если фонд школы, то это законно А на самом деле все школьные фонды создаются для дальнейшего отмывания денег Фонд можно создать для чего угодно, но цель у школьного фонда одна Это сбор денег с родителей Не сдавайте деньги ни в какие школьные фонды Вас никто не вправе заставить Если на вас начинают давить, то обращайтесь в прокуратуру И засадите наглого учителя или директора в тюрьму Всем классом Для других будет урок наука Учитель, занимающийся поборами в школе, должен сидеть в тюрьме Учитель, у которого в голове только одна мысль, как содрать деньги Ничему не научит вашего ребенка Кроме как быть по жизни барыгой И вы, родители, сдающие деньги, разве так вы учите? Желаете вашим детям? Заметьте, не я это сказал Я лишь только прочитал в интернете для ваших У ваших нет интернета Но кто-нибудь вам это видео все равно покажет Только вы решите Будете ли вы вкладывать деньги в фонд класса или школы Будь то замена окон или другой ремонт школьных помещений На приобретение интерактивной доски, компьютеров или учебных пособий А также то, на какую сумму и с каким размахом праздновать выпускной вечер Например, министр Медведев Дмитрий выступил по поводу выпускных вечеров в школе Что давайте-ка мы не будем превращать выпускные вечера в свадьбы И смотреть потом на утро Как пьяные выпускники Бродят, шарят по утрам, по ночам, по улицам наших городов Их все, конечно, выкладывают В интернете очень много школьников, выпускников Большинство из них находится в неадекватном состоянии Ну и во всем этом виноваты родители Родители же деньги давали на выпускную пьянку у школы Большинство, конечно, детей не пьют Это уже радует У школы нет права заставить вас вкладывать в эти мероприятия деньги Выпускные вечера имеется в виду Не хотите, не сдавайте Аргументируйте свой отказ тем, что ваш ребенок учится в государственной школе И вы не должны ни на что сдавать деньги Вы можете помочь, но только если сами этого захотите Первое, куда обращаться, если с вас незаконно требуют деньги в школе Или давят на вас, или вымогают, или же начинают давить на жалость В общем, все, что вам говорят с целью, чтобы вы заплатили Это все незаконно Если вы предполагаете, или более того, уверены, что деньги взимаются незаконно Или руководство школы что-то там темнит Вы имеете право обратиться в Муниципальный отдел образования Городской комитет по образованию Управление образования администрации района Департамент образования Министерства образования Для уточнения информации о законности сбора денег руководством школы Написать жалобу или заявление правоохранительные органы Хотя, вот я остановлюсь Когда школы собирают деньги на благотворительность Благотворительность это когда вы даете деньги Столько, сколько вы захотите И не знаете, на что пойдет эта благотворительность Вот эта благотворительность А то, что вы сдаете фиксированную сумму Фиксированную 1000, 1000, 1000, 2000, 5000, 25000 Или 500 рублей, неважно Вызвайте фиксированную сумму Все одинаковую сумму Это не благотворительность Это называется коррупция Запомните это раз навсегда Не бывает благотворительности фиксированной суммы И тем более перед вами отчитываются директора школ За то, куда они потратили деньги Нет, не должно так быть Благотворительные организации ни перед кем не отчитываются Вот эту копейку они потратили туда, туда, туда Они могут только подлагодарить родителей И, ну, как бы, в основном школы сейчас это все понимают Они начинают скрывать, куда они там что дели Написать жалобу или заявление в правоохранительные органы В отделение полиции или районную прокуратуру по месту нахождения школы По конкретным фактам Возможно, возбуждение уголовного дела, по которому начнется расследование Возможно, оно начнется Жалобы могут быть как коллективные, так и индивидуальные Сообщить об этом в территориальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями ВОБ Для тех, кто не желает платить деньги школьным мошенникам И у кого есть желание прятать эту заразу за решетку Ну, тут написано Учитель барыга должен сидеть в тюрьме Я бы так сказал, что еще в основном учителя не виноваты Вот с этой статьей, которую я читаю в интернете, я не согласен Все решает директор школы Он отвечает за все Хотя директора школы говорят, что мы ничего не собираем Мы ничего не знаем, мы ничего не предлагаем Мы вообще божий одуванчик Мы про учебу рассказали А вы, родители, приходите к нам И сами смотрите на школу И сами несете к нам деньги То есть вы сами виноваты в развитии коррупции То есть получается, тогда лучше деньги вообще никакие не сдавать А то нас еще могут на 5 лет посадить за коррупционные действия в школе Это вам, кстати, родители на заметку Что вас всех могут посадить Директор же открещивается от того, что он ни в чем не виноват А вы совершите, значит, это вы намеренно его совершаете Директору ничего не будет Он же деньги не собирает Он просто вам рекомендует А когда дело пахнет жареным То виноваты остаются родительские комитеты, совет школы Ну и родители Вас же могут посадить на 5-10 лет А директор будет дальше работать Вы же участвуете в коррупционных действиях Запомните это, уважаемые родители Никогда не приходите в школу с кошельком, с деньгами И никогда не перечисляйте никакие деньги на какую благотворительность в школе Этим должна заниматься у нас государство есть А муниципальное здание – это ихняя собственность Вот они пускай своей собственностью сами занимаются К вам же не приходит директор школы в вашу квартиру И вы же не просите его оказать благотворительную помощь По оклейке обоев, по ремонту сантехники Директор школы скажет Да пошли вы в жопу со своей квартиры Ремонтируйте ее сами Ну наверное следует сказать то же самое И школам Что тоже пошли-ка они туда подальше Потому что нас посылать могут В наших же проблемах винить А чему мы должны их проблемы решать Непонятно Правило первое Если классный руководитель или сам директор Требуют от вас деньги Они тем самым уже нарушают закон Правило второе Повторяю Если классный руководитель или сам директор требуют с вас деньги Они тем самым уже нарушают закон Если родительские комитеты требуют с вас деньги Они нарушают закон Если совет школы собирает с вас деньги Или рекомендует вам их заплатить Они нарушают закон Правило второе Письменно обратитесь директору школы Чтобы он предоставил обоснование сбора денежных средств Лучше если такое письмо будет от имени всего класса Хотя в классе родительский комитет обрабатывают родители так Что если вы один не будете платить То вряд ли вы составите коллективное письмо от класса Но если в классе все превратилось в послушных овец И все трясутся от страха Пишите лично Не нужно никого бояться Согласно пункту 1 статьи 9 федерального закона От 2 мая 2006 года Номер 59 ФЗ О порядке рассмотрения обращения граждан Директор обязан дать вам ответ В ответе он должен разъяснить За что или на что с вас требуют деньги В каком объеме На основании ответа вы можете написать заявление Или составить претензию Сославшись на статью 41 закона РФ об образовании В котором прописано Что основным источником финансирования Государственных и муниципальных образовательных учреждений Является бюджетное финансирование С требованием освободить вас от произвольных поборов Ответа директора должен быть только в письменном виде За его подписью и со школьной печатью Если сам директор завизировал в документе Что вы обязаны платить Ну идите сразу с этим документом в прокуратуру И тюрьма этому директору обеспечена Но хитрые директора вряд ли сейчас будут писать такие бумажки Они же не хотят в тюрьму Им нужны от вас только деньги И вообще на вас на всех наплевать И на ваших детей тем более наплевать Правило третье Это не вы должны бояться не заплатить А они должны дрожать от страха При одной только мысли о том Чтобы собрать с вас деньги Ведь они совершают преступления А не вы Они Действия учителей противопоказаны А значит влекут за собой наказание Такое же наказание Могут повлечь за собой и действия Совета школы А также родительских комитетов Но они об этом пока еще не догадываются Скоро их тоже всех посадят Поэтому двигаемся дальше Правило номер четвертое Если учителя просят принести деньги Пусть оформят эту просьбу в письменном виде Со всеми полагающими атрибутами Дата, подпись, печать, лечебное возведение Потребуйте такую бумагу Скорее всего никто вам ее конечно же не напишет Потому что знает кошка чье мясо здесь А если найдется такой учитель Недоумок Смело отправляйтесь с этой бумажкой В прокуратуру Пусть учитель оборотень лет 5 поест Казенных харчей Ну и директор лет 10 тоже поест Это государство ему предоставит Ученики Внимание Делайте видеозаписи на уроке Когда с вас требуют сдавать деньги И желательно всем классам С этим видеоматериалом Также смело можно идти в прокуратуру Или вызывать полицию Так как это вымогательство С превышением служебного положения Требовать от полиции заключение Учителя-вымогателя под стражу за преступление А это 100% преступление Требуйте Правило номер 5 В случае, если на отказ сдавать деньги Школа начинает шантажировать Или запугивать вашего ребенка Запугивать вас, то есть родителей Это является по меньшей мере Нарушением права вашего ребенка на образование Которое вы не только можете Но и обязаны защищать Всегда помните о том Что школам запрещено вымогать деньги Директора школ Как правило Вообще-то директора школ и учителя Это не нищие стоящие у паперти И они вообще ничего не должны просить у родителей Они получают зарплату А как сказал наш премьер-министр Медведев Школа это не коммерческий ларек Если школам не хватает Учителям и директорам денег Пусть они идут и занимаются коммерцией Всегда помните о том Что школам запрещено вымогать деньги Директора школ, как правило Имеют представление о сложившейся ситуации С поборами И возражений не имеют Но до тех пор Пока все молчат И беспрекословно платят На самом деле руководствам школ Не нужны скандалы и дурная слава Поэтому смело обращайтесь с жалобами Выше перечисленные инстанции Правило 6 Сделайте уже свой выбор Быть послушной овцой или пастухом Пока вы будете бояться и пребывать в стаде Поборщики будут чувствовать силу Захватите инициативу в свои руки В конце концов Боритесь, тогда бояться будут вас Ищите союзников среди других родителей И вместе заявляйте свои требования Чтобы искоренить школьный произвол Объединившись Вам будет проще бороться С беспределом Добиваться результатов Правило номер 7 Незнание закона Не освобождает от ответственности Поэтому если вы Сделали свой выбор в пользу овцы То должны иметь в виду Что вы тоже участник преступной деятельности Нарушителями закона являются обе стороны И тот, кто берет И тот, кто дает Но дающий взятку Освобождается от ответственности При условии его раскаяния И добровольной явки в полицию Педагоги-оборотни Научились перекладывать ответственность За вымогательство С учеников и их родителей На председателей родительских комитетов Чтобы самим не собирать дань И не быть замешанным в процессе ее сбора Но ни родительский комитет Ни педагоги Не имеют законного права И оснований требовать деньги Благотворительная деятельность Под видом которой происходит Насильственный сбор денег Сопутствующими ему угрозами На самом деле подразумевает Взнос на добровольной основе А добровольная означает Кто хочет и может Тот сдает деньги А кто не может или не хочет Того не имеет права Насильно заставлять Унижать, оскорблять И говорить Был такой случай Когда ну сегодня у вас нет 50 рублей, потом сдадите Завтра нет 100 рублей, потом сдадите Вы же должны помогать школе Или так вот унижают родителей Ну что вам жалко 30 рублей В основном это говорят Безграмотные родители Унижают И с таким тоном Говорят невоспитанные родители Говорить в учебном заведении О деньгах Придумывать нелепые доводы Родителям О том что вам жалко 10 рублей или 3 рублей Да нет, не жалко Воспитанные люди Так себя не ведут Родители С которыми так поступают Должны обратить внимание И не молчать Вы же не овцы И не бараны Что касается благотворительности То деятельность подобных организаций Тоже регулируется законом Благотворительная организация Должна быть зарегистрирована И иметь устав В котором прописываются Все тонкости сбора денег Поэтому если школы сейчас Заставляют вас заключить договор С целью благотворительной деятельности То здесь вступает уголовное наказание Опять же директоров школ Потому что данные договора Являются недействительными Вы же понимаете Что благотворительностью могут заниматься Все тонкости сбора денег Не прописываются Каким образом собираются деньги На что тратиться Но даже если такой фонд будет состряпан Вы не обязаны платить в этот фонд Это личное дело каждого В любом случае Деньги будут отмыты И осядут в карманах преступного сообщества Если вы в него заплатите Тогда вы можете посмотреть схему Отмыва любых незаконных собранных денег Школьными жуликами Вверху мы об этом уже писали Ну это я просто текст цитирую с интернета Поэтому что-то иногда могу свое добавить Но в основном строго по тексту Читаю все, что в интернете Вы сами можете все это прочитать Если у вас есть деньги на интернет Если нет Тогда вы, к сожалению, не узнаете Про что мы тут говорим Прежде чем внести деньги Попытайтесь разъяснить для себя Все вопросы, связанные с очередным сбором средств Вы должны разъяснить в себя все вопросы Связанные с очередным сбором средств Вы должны иметь четкое А не раскрывчатое представление о том Почему с вас берут деньги Ну и тут я могу вам прочитать законы об образовании Статья 43 Конституции Российской Федерации Каждый имеет право на образование Гарантируется общедоступность И бесплатность дошкольного Основного, общего и среднего Профессионального образования В государственных или муниципальных образованиях Учебных учреждениях и на предприятиях Внимание! С 1 сентября 2013 года Вступил в силу новый закон 29 декабря 2012 года За номером 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации А закон от 10 июля 1992 года За номером 3366-1 утратил силу Что же такое за закон 273? Новый закон об образовании Статья 5 Право на образование Государственные гарантии Реализации права на образование в Российской Федерации 1. В Российской Федерации гарантируется право Каждому человеку на образование Право на образование в Российской Федерации Гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения Есть у вас деньги или нет Место жительства, отношения к религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств Пункт 3. В Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального, общего, основного, общего и среднего общего образования Среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые Так что готовьтесь в институт Вам бесплатное высшее образование для ваших детей гарантировано по закону Таким образом, основным законом нашего государства, который является собой Конституция, а также законом об образовании гарантировано бесплатное школьное образование А это означает, что если ваш ребенок учится в государственном образовательном учреждении, а не в частной школе То вы имеете полное право никаких денег не сдавать Если родители отказываются и не в состоянии сдавать деньги на нужды школы То это не может быть мотивацией для отказа их ребенку в получении образования, которое государство ему гарантировано К сожалению, большинство родителей не отдают себе отчета в том, что противозаконные сборы денег с них это вымогательство и уголовное преступление Которое можно расценивать как злоупотребление служебным положением А если вы боитесь отказать под страхом давления на ребенка со стороны учителей, директоров и родительских комитетов То за психологическое насилие над ребенком, педагогов, родительские комитеты и директоров тоже можно привлечь к ответственности Федеральный закон номер 59 ФЗ от 2 мая 2006 года классит Статья 9. Обязанность принятия обращения к рассмотрению Обращение поступившего в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией подлежит обязательному рассмотрению Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения Письменное обращение поступившего в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенциями рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации вашего письменного обращения Статья из нового закона 273 от 29 декабря 12 года, вступившего в силу 1 сентября 2013 года. Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания. 1. Обучающими, осваивающими основные образовательные программы за счет бюджетных сигнований федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных и государственных образовательных стандартов. 2. Образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 2. Обеспечение учебниками, учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средства обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам в пределах федеральных и государственных образовательных стандартов, осуществляющих за счет бюджетных сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 3. Вот тут, конечно, так все понапутано, чтобы бедные простые граждане вообще ничего не поняли, что это такое за закон и что он гласит. 4. Понимаете, если по закону учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения, иногда вам учителя говорят, вот надо купить телевизор, в программе стоит программа, компьютер, там нужно показывать материалы, скиньтесь, пожалуйста, на телевизор, у нас этого нет. 4. Вот эта вот часть гласит о том, что школы нарушают эту статью, потому что родители не должны покупать средства обучения и воспитания организации, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам. 5. Кстати, у вас еще могут быть мягкий диван, потому что в этой программе образовательный предусмотрен отдых для детей. 6. Но вообще, по идее, если тут прописана эта вторая часть, то и диван вы никакой покупать не должны, это должно предоставить государство. Тут вот как бы все это и прописано, но прописано коротко, чтобы люди ничего не поняли, и, кстати, учителя сами ничего не понимают. Поэтому учителям, директорам школам лучше разъяснить эти законы, чтобы они сами эти законы не нарушали. Тут вообще в каждой школе должен быть грамотный юрист или адвокат, чтобы, понимаете, мы сами воспитываем ненависть к школам. Вот не нужно. Нужно всем, все-таки и школам, и учителям, и залучам, и директорам, нужно всем послать любовь. И сказать, что мы их тоже любим, но вот эта вся ситуация, она как-то должна разрулиться. Все-таки, я считаю, что это государство своими законами полностью всех запутало и настроило родителей против учителей. Как бы все хотят помочь, ну и все, как говорится, видите, как все переругались в результате. Все друг друга ненавидят, миллионные обращения родителей по всей стране в интернете просто кишат ненавистью к школам и к школьным поборам. Вот поэтому как бы мы и решили разобраться, что на самом деле происходит, что такое вообще школьные поборы, зачем по этому все. Весь интернет, и Путин выступил в июле месяце на всю страну, и министр образования выступил в родительском комитете на всю страну, потому что школам запрещено брать деньги на ремонт, благотворительная помощь тоже, она не имеет права быть по договору принята от родителей, потому что благотворительными деятелями должны заниматься только организации, у которых есть устав и документы. У нас у родителей нет этих документов, по закону мы не имеем права заниматься благотворительностью, потому что это уже коррупционная деятельность, и всех нас могут посадить на 10 лет в тюрьму. Но если вы не хотите все в тюрьму, то никакие договора не заполняются. Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. Далее законодательство об образовании. Второй пункт. Целями правового регулирования отношений в сфере образования являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования, создания условий развития системы образования, защиты прав и интересов участников отношений в сфере образования. Но если вы что-то поняли с того, что я прочитал, уже большой вам плюс. Если не поняли, читаем дальше. Пункт третий. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования являются 1. Обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на образование. 2. Создание правовых экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития системы образования РФ. 3. Создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере образования. 4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других федеральных законах и иных нормативных правовых актов РФ. 5. Законах и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, правовых актов органов местного самоуправления должны соответствовать настоящему федеральному закону и не могут ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим федеральным законом. 6. Действие законодательства об образовании распространяется на все организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории РФ. Вот.